Ещё два года назад Ксения Голицына ничего не знала о программировании, но очень хотела им заниматься. Уже сегодня она разрабатывает масштабный проект с использованием дополненной реальности. Девочка работает над программой, которая помогает в изучении истории. Уже готова Куликовская битва, в разработке Ледовое побоище и Бородинская битва. Сначала нужно пройти тест на знания исторических фактов, и только затем уже сама игра. Также можно запустить реконструкцию битвы и посмотреть на то, как менялась расстановка сил во время реального исторического сражения. Вот сейчас есть такая проблема, что история практически не интересна школьникам. Поэтому мы решили, что гораздо интереснее будет, если как-то совместить её вместе с игрой на базе дополненной реальности в данном случае. В детском технопарке Кванториум есть несколько направлений. Кто-то создаёт и программирует роботов-футболистов, кто-то конструирует квадрокоптеры. Одно из самых популярных направлений – разработка программ в дополненной виртуальной реальности. С их помощью, например, можно почувствовать себя рыцарем и пострелять из лука, никого при этом не поранив. Как говорят преподаватели технопарка, самое главное в современных технологиях – очень просто разобраться. Порог входа очень низкий. В этом-то и преимущество современных технологий, что они интересны, и им можно увлечься в любом возрасте. Всё же делается для упрощения жизни, для её усложнения. До 2024 года в области будет сформирована сеть технопарков. В планах Министерства образования и науки Самарской области увлечь техническим творчеством как можно больше школьников – порядка 100 тысяч. В 2019 году за счёт областного бюджета мы создаём 19 мини-технопарков. Технопарки будут работать на базе школ, бывших дворцов пионеров, домов творчества и культуры. Ребята от 7 до 18 лет смогут заниматься в технопарках совершенно бесплатно. Никита Борисов, Константин Головин. События.